добрый день дорогие друзья с вами капли продолжаем говорить о путях божьего благословения в нашу жизнь сегодня я хотел бы поговорить несколько о пути божьего благословения сколько о месте смотрите 132 псалом 3 стих давид пишет как роса ирмонская сходящая на горы сионские ибо там заповедал господь благословение и жизнь навеки вообще вот благословенная земля да и не несчастная земля очень хорошо это заметно например в израиле когда вы находитесь в еврейских поселениях где растет трава цветут деревья цветы клумбы благодать божья действует это там красота чистота и вы переходите допустим восточный иерусалим и вы попадаете в пустыню где абсолютно все засрано извиняюсь за мой французский я однажды говорил с одним палестинцем который конечно евреи очень богатые люди а мы очень бедные люди какое там благословение какое проклятие ну наверное в этом оно и состоит что евреи богаты а вы бедны и я вам так скажу если вы заедете например в узбекистан и там тоже бедные люди но если вы посмотрите на их дома вы увидите насколько это ухоженные дома насколько это цветущие дома насколько это трудолюбивые люди и они я скажу беднее чем палестинцы которые живут в израиле и так друзья благословение божье она еще зависит от того где ты находишься территориально это во многом во многом определяется тем местом которое ты занимаешь однажды я возвращался из одной поездки миссионерской в исламскую страну где грязь пыль одержимые проклятие ненависть нищета и так далее так далее так далее и я хорошо помню тот момент когда наш самолет он пробил облака над минском и мы приземлялись в аэропорту и знаете на меня от земли я не знаю как это объяснить ну прям пахнула благодатью божьей благословением я заплакал потому что я приезжал на благословенную нашу благословенную землю где столько много бог делал и продолжает я уверен будет продолжать делать и я увидел вот эту разницу еще один могу вам привести пример я однажды был в одной церкви очень консервативной церкви я сидел два часа на собрании и мало того что я не переживал присутствие божьего но я слушал какие-то обличающие проповеди я слышал жесткие слова с кафедры я слышу найти такой пощечины и я видел плачущих людей которые это принимали за благословение от господа я видел баптистскую церковь которая была свободна там не было такого крутого православления там не было каких-то таких супер харизматичных проявлений но дух божий действовал настолько потрясающе что хотелось оставаться и никуда не уходить отсюда и я увидел вот это было пятидесятническая хусточковая очень правильная кстати считающая себя самой адекватной церковью в этом городе и баптистская которая небольшая не очень известная но в то же время благодатная я увидел насколько не было благословения в одном месте и было благословение в другом и знаете кто-то скажет бог присутствует везде одинаково сто процентов я с вами абсолютно согласен что бог по всей земле и даже в аду и он присутствует одинаково есть одна маленькая проблемка присутствуя везде бог не везде одинаково проявляет себя если в той баптистской церкви он проявлял себя достаточно сильно то здесь это было знаете как пустыня с высохшим колодцем в котором просто хотелось пить не было ничего что могло бы насытить эту жажду уставшего человека который пришел воскресенье просто почерпнуть свежести от господа зато все было очень правильно красиво очень хорошая резьба ручка на колодце была неплохая деревья посажены рядочками и побеленные стволы в той церкви все было не так но там был господь и знаете очень важно понимать где ты находишься в месте благословения или вместе проклятия если вы скажете что я не должен говорить о том что есть неверные церкви то это неправда я могу вспомнить я думаю вы помните величайших проповедников чьи падения были очень показательны для нас дай кого многие изначально не считали божьими людьми это кстати тоже считаю неправильным потому что считать или не считать это не наше дело это пусть бог считают знаете земля в которой тебя не питает и земля в которой много благословений она совершенно очевидно еще одно очень интересное на мой взгляд на наблюдение это вот мои переезды в разные страны и я будучи в америке разговариваю с одним братом который очень хорошо знал здесь здесь у него было хорошее служение благословение большой красивый дом влияние авторитет помазание действия божьи и я был у него дома дом у него кстати там наверное такой же так и здесь машина хорошая как и здесь но нет ни ни служение ни благословение ни авторитета ничего из того что здесь делала его как личность выделяла вернее его как личность и знаете я вдруг понял что уехав отсюда с места где бог и хотел его благословлять в то место где бог не хотел его благословлять он попал в землю личного неблагословения и в библии написано что бог это 17 по моему глава деяний бог сотворил все народы и определил места их обитания то что сегодня происходит вот этот вечная эмиграция мне кажется что это не совсем божий план потому что есть место в котором бог хочет благословить мисс меня есть место в котором бог хочет благословить тебя есть церкви в которых бог желает чтобы ты был благословением а есть места куда лучше тебе не появляться и так друзья место благословения тоже имеет большое значение для того чтобы это изливалось в нашу жизнь